Подозрительного подрядчика, который выполнял госзаказ по благоустройству дворов Караганды, выявила специальная мониторинговая группа при антикоррупционной службе. Какие еще нарушения выявлены в сфере благоустройства, почему в некоторых дворах до сих пор не начаты работы, и из-за чего предприниматели занимают очередь к руководству управления парками с 12 часов ночи, в нашем следующем сюжете. Два года подряд одна и та же фирма ТО «Астана Базис» выигрывает тендеры на благоустройство дворов Караганды. Фирма работает с размахом. За два года оборот – 2 миллиарда тенге. Однако проверяющих крайне смутили мизерные налоги, которые платит компания. И всего при этом заплачено налогом 300 тысяч тенге. Вы больше даже, являясь наемными работниками, вы больше налогу заплатили за год, чем вот эта компания. И при этом у него официально зарегистрировано работников всего 5 человек. При этом он является субъектом малого бизнеса. Как такое возможно, возмущаются общественники. Ведь по закону фирма имеет право нанимать субподрядчиков только на треть работ. Работы по благоустройству вообще вызывают массу жалоб. 14 микрорайон, дом 18, там дом 16, дом 17 были выделены денежные средства в сумме больше 14 миллионов тенге. Но каким-то образом подрядчик только благоустраивал полностью два двора, а третий двор частично, ссылаясь на то, что там же бордюр новый, асфальт там нормальный, зачем просто тратить. А когда были выделены денежные средства в полном объеме на эти двора, после того, как мы вмешались туда. Такая же ситуация еще в нескольких дворах. Работы должны быть завершены к 1 октября, но кое-где они едва начаты. Еще один казус нашли в управлении парками. Предприниматели, которые хотят арендовать землю и работать в центральном парке, ставить карусели, продавать мороженое и так далее, вынуждены с 12 часов ночи становиться в очередь. Хотя офис управления парками открывается только к 8 часам утра. Все материалы мониторинговая группа передала в департамент по борьбе с коррупцией.